Современный глава города и современный подход к отчету о проделанной работе. Уже традиционно раз в год мэр отвечает на вопросы жителей и журналистов. В этот раз организовали прямую трансляцию, к которой подключились и пользователи соцсетей. Выступление глава города начал традиционно с доклада и тезисно, кратко набросал, как обстоят дела в Иванове. Как я и говорил, еще в 2016 году в приоритете три направления. Первое, дети, самое главное, наведение и поддержание порядка, причем в самом широком смысле этого слова, включая меры социальной поддержки. Третье, это дороги. Итак, начнем с главного, образование и развитие детей. На данный момент в учреждениях дополнительного образования, в школах и садах мест свободных практически нет. В ясной очереди, я думаю, что все об этом в курсе здесь присутствующие, те, кто нас смотрит. Детей в городе с каждым годом становится больше. За счет чего? За счет внутренней миграции. Иваново сейчас в демографическом плюсе. Это не хорошо и не плохо. Наша задача как мэрия – обеспечить людям все необходимые условия для комфортной жизни. За три года мы открыли без малого 500 мест в детских садах, около тысячи в школах, в основном за счет переоборудования вспомогательных помещений. Под классы переделываем вторые учительские, методические кабинеты и так далее. Этот ресурс практически исчерпан, поэтому нужны кардинальные меры. Облезлые вывески, растяжки вроде сдам, продам – все это постепенно уйдет в прошлое, я в этом уверен. Сейчас мы в самом начале пути, но результаты видят уже все. Дизайн-код ввели в марте и за первые полгода заметно очистили центр. Следующие полгода будем работать по въездным магистралям, после этого перейдем на крупные городские улицы, затем уже идем в жилые районы. Но дизайн-код – это не только про вывески, дизайн-код – это городской стиль, это документ, который регулирует все от облика фасадов до уличной мебели. И следующим этапом мы возьмемся именно за торговые павильоны. С нового года вводятся требования к удаленности их от зданий, ограждений, дорог, а также общий стиль в оформлении, рекомендации по материалу. Изменится и принцип размещения. Если сейчас мы расторговываем землю под киосками, то уже в следующем году будем предлагать их именно как торговые места. Сейчас пока предлагается создать сквер на улице Парижской коммуны, обустроить набережную от Соковского до Самойловского, это пешеходный мост. Веденский сквер, сквер воинов-интернационалистов или территорию за современником и у мемориала Героя фронта и тыла. Так вот, три из пяти этих проектов включают активные зоны отдыха, спортплощадки и даже скейт-парк. Голосование продлится до 19 ноября. Кстати, в отличие от двух предыдущих лет, я не начал выступления с финансовых проблем городских предприятий. Не хочу сказать, что сейчас все проблемы у нас решены. Просто хочу сказать, что ситуация уже не такая острая и все это видят. В следующем году мы попробуем еще купить новые троллейбусы. Намук с ЖХ по уборке города техника тоже обновляется. За три года купили 21 единицу. С помощью правительства Ивановской области получили 15 с пробегом из Москвы. И сейчас поменяли уже схему уборки города. Теперь частный сектор тоже по графику будем убирать. От заявочного принципа отказываемся. Просто из-за того, что стало больше машин, поэтому увеличили и маршруты мехуборки, и, конечно, тротуары, чего не хватало нам прошлой зимой. Этой зимой попробуем мы рассол. Должно быть эффективнее, чем соль и, по крайней мере, меньше вреда для экологии, чем от песко-соляной смеси и, уж, конечно, тем более, химических реагентов. Что не удалось пока победить, так это мусор. Думаю, моя позиция на этот счет не секретна для кого. Люди платят деньги управляющим организациям. Дыры пока вынуждены прикрывать городской бюджет. А это те же самые троллейбусы, новые дороги и прочее. Проблема сложная. Мы с ней справимся в ближайшее время. Так же, как и с парковками на газонах, рекламным мусором и прочим еще рядом проблемам. Большую уверенность в этом, конечно, отселяет позиция губернатора. Поэтому вопросы тоже недавно собирались и обсуждали. Охват аудитории был довольно широк. За выступлением мэра следили пользователи ВКонтакте и те, кто предпочитает Ютуб. А на личной страничке Шарыпова в Инстаграме шло прямое включение. На экраны выводили вопросы и комментарии пользователей. Перца добавляла и ведущая пресс-конференции. Владимира Шарыпова осыпали вопросами сразу с трех площадок. Журналисты находились вместе с ним в точке кипения. Любое ручное управление или какая-то демонстрация чудес, то, что я мэр, ко мне пришли на прием, и сразу появилась сеть уличного освещения, так город работать и жить не должен. И почему я в своем докладе делаю как раз именно акцент, ну, я, к примеру, за это, например, уличное освещение. Понятно, что у нас большой объем частного сектора не освещен. И как людям объяснить, что там им 10 лет писали отписки, что вот в следующем году, в следующем году делаем проект, потом там переделываем проект. И они приходят вот с таким, с такой папкой, да, этих отписок из администрации, говорят, ну, хватит нам уже компонсировать мозги. И поэтому я открыто говорю, да, о том, что приоритет для нас – это социально значимые объекты. И школы, сады, и только уже на втором месте, конечно, частный сектор. Ну, опять же, там мы стараемся работать с депутатами, у них есть деньги, которые им также бюджет передает в распоряжение. И, соответственно, этот вопрос стараемся закрывать. То есть должны быть определены всегда четкие принципы, правила, по которым работает мэрия, работают все отрасли, которые зависят, конечно, от нас, да, как от администрации. И, ну, если говорить об оценке, да, ручное управление – это плохо, да, это скорее больше для какого-то, ну, действительно, пиара нужно. Я старался, никогда так не делал. Студенты ждали его в химхолле. Оттуда и должны были поступить самые прогрессивные вопросы. Известен факт того, что отлавливают домашних собак? Отлавливают домашних собак? Бездомных собак. Очень хочется узнать, какая у них судьба и что с ними делают. Да, смотрите, значит, по, ну, во-первых, наша работа отлавливает животных без надзора. То есть неважно, там домашние они животные на самовыгубле или они просто выросли без хозяина. Соответственно, мы их определяем сейчас в приют майский день. Фотографии всех этих животных размещаются. Случай того, что у нас вылавливают с улицы домашних животных, встречаются постоянно. У нас есть там постоянный гость, алабай, которого сотрудники приюта забирают с улицы. Он там две недели лечится, проходит курс реабилитации, отведается, да, потом приезжает, его хозяин забирает. Через два месяца сотрудники приюта опять вылавливают этого лабая и, собственно, привет хозяевам, да, и настолько еще нагло себя ведут, когда в отношении к сотрудникам приюта, когда его забирают. Ну, то есть с домашними животными не случится ничего плохого, если они попали в приют майский день. Педагоги и родители собрались в 33-м лицее. Вопросов у них всегда много. Первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Продолжение следует... Да, вопрос понятен, значит, отвечаем. Вообще, мы когда думали о том, что в каждом районе города у нас должно быть что-то, являться центром притяжения, и, значит, у нас возникала проблема давно уже о том, что нам тяжело содержать какие-то разрозненные спортивные объекты, детские площадки, и мы, опять же, совсем не могли бы посвящавшись и обсудив это во всех соцсетях, мы приняли решение о том, что такими территориями должны стать школы. Во-первых, и территория позволяет, и она у нас у всех школ уже страдает от невнимания со стороны властей. И второе, она достаточно удалена от жилых районов, потому что в Московском, когда площадку поставили, соответственно, люди начали жаловаться, что кто-то ночью приходит тренироваться, шумит, и это мешает, ну, конечно, спать, отдыхать, а каждый раз полицию вызывать, чтобы этих людей гоняли, ну, тоже не очень удобно. Поэтому школа, она в целом, как объект, должна стать центром жизни всего района, причем не только для тех родителей, у которых дети ходят в эту школу, а вообще для всех. То есть там должны быть какие-то ивенты, какие-то мероприятия, то есть это просто должна быть постоянно такой вот точкой, которая собирает людей разных сфер интересов, и просто чтобы они могли там общаться, как и городские библиотеки. Что касается территории, то вот на этой территории должны быть нормальные спортивные площадки с мягким покрытием, не обязательно делать, как вот мы сейчас тоже делаем, что там делаем огромный пирог там из бетона, асфальта и резинки, да, может быть мы более простым вернемся, там, например, резиновым матом решением, да, где не требуется там прыгать, бегать, да, если это просто тренажерный комплекс. И понятно, что задача-то у нас именно на все школы это распространить и сделать так, чтобы в каждом сначала большом жилом районе, потом уже дойти до квартала, и все это в школах появлялось. Эта пресс-конференция объединила не только представителей разных профессий и сфер деятельности, но и журналистов разных телеканалов. В торговом центре «Серебряный город» была самая народная точка. К камере корреспонденту мог подойти любой желающий и получить ответ на злободневный вопрос. 6 ноября Ивановский трамвай исполнился 85 лет. В 1934 году весь город буквально на альтруизме его строил. 11 лет назад его закрыли. К сожалению, мотивируя характерную причину пробок. Время прошло, мы видим, пробок меньше не стало. И, соответственно, первый вопрос, конкретно ваше мнение, считаете ли вы данное решение о ликвидации трамвая ошибкой? А второй момент, я бы, конечно, мог сказать про пуск линии троллейбуса в Суховку, в Авдотино. Но ко мне обращаются люди, и конкретно водители, и рядовые пассажиры, потому что они все равно беспокойны. Сюжет Барса помог лишь на время. А беспокойны изменением режима работы, потому что сейчас у людей низкая зарплата, и они пользуются возможностью работать два через два, прихватить несколько смен и за счет Колумбой хоть как-то выживать у многих кредиты и ипотеки. Если график работы их поменяется, соответственно, за 13 тысяч просто они вынуждены будут уходить. Графики ожидания на остановках увеличатся, и, соответственно, хочется как-то, может быть, к вам обратиться. Ну, я не могу стоять на колени, не так у вас кидан, чтобы все-таки оставили расписание в клубе, в котором оно есть сейчас. Мы это делаем. Пассажиры скидываются, это удобно, и у меня на это пока все. Спасибо. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Значит, первый вопрос был о трамвае. Значит, по трамваю ситуация какая? Ну, конечно, нельзя говорить. Мы все переживаем потерю трамвая, потому что для нас это потеря части городского ландшафта. То есть мы же понимаем, да, что по трамваю мы скучаем именно в этом отношении, что это просто прикольно, когда сложнее архитектура, ну, архитектурная ткань города, да, и трамвай был в ее части. Оспаривать решение или говорить, что нет, я бы так не сделал, я не могу. Почему? Потому что я не знаю тех факторов, которые влияли на принятие этого правильнического решения. Там же весь город в пробках стоял вообще. Конечно, скорее всего, эти факторы были. Конечно, трамвай наш, который шел по основным магистралям, разрушал дороги. Это тоже всем понятно. Поэтому хотелось бы, чтобы трамвай сохранился, да, но, может быть, он вернется к нам когда-то в новом качестве. Сейчас у нас самая главная задача правильная, это сохранить троллейбус. Что касается по продолжению троллейбуса на плене, они рассматриваются и по Суховке, где-то там Владимир Владимирович у нас из кадра вышел, и по Суховке, и по Авдотино, да. Конечно, рекорд президента Путина и его эфиров побить не удалось. Тем не менее, на вопросы мэр отвечал больше двух часов. Полную версию прямой линии с Владимиром Шарыповым вы можете увидеть на нашем YouTube-канале и в социальных сетях. На все вопросы, которые были заданы, но не прозвучали в эфире, мэр обещал ответить лично, но уже в письменной форме.